По легенде, в море при заходе в порт сталкиваются два судна. В результате пожар. На место, это Северный Молл, прибывают пожарные расчеты. Тушение начинается сразу же с берега, а ко второму судну направляется Валерий Замараев, так называется пожарно-спасательный катер МЧС. Он оснащен пожарными мотопомпами и стационарными устройствами для тушения огня. Люди из горящего плавсредства прыгнули в воду, их тоже спасали из воды и передавали сотрудникам скорой помощи. В первом этапе учения принимали участие 50 сотрудников МЧС, 22 сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам, несколько бригад скорой помощи, специалисты ресурсно-снабжающих организаций, бойцы Росгвардии и УВД. Сколько плавсредств у нас находится вдоль береговой линии, в том числе в этом порту. Летом у нас очень жарко и бывают случаи, когда воспламеняются, горят, переход на другие плавсредства и так далее. Соответственно, в акватории люди отдыхают, загрязнение окружающей среды. Поэтому вопрос очень важный, мы этим занимаемся. Второй этап учения – это попадание в воду нефтепродуктов. В морпорту сразу же при такой ситуации растягивают фоновое ограждение. И на ликвидацию нефтяного пятна выходит специализированное судно. Длина бонов 180 метров. Оно ограждает розлив от остальной акватории, чтобы утечка нефти не протекла на остальную акваторию. Судно, предназначенное для сбора нефтепродуктов и мусора, 91-го года постройки, в нем две емкости по 9 кубов. Специалисты считают его незаменимым для работы в акватории. Работает довольно эффективно. Одно из таких более конструктивно хороших судов. Но это все зависит от того, как загрязнено море. Если есть мусор, выходим. Пожарно-тактические учения с эвакуацией отдыхающих продолжатся завтра в Дагомысе. Пройдут также и тренировки по ликвидации ландшафтных пожаров в сельской зоне. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.